всех приветствую мои родные любимые сердцу дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео сегодня я хочу прочитать вам из евангелия от марка притчу о бесплодной смоковнице конечно же я и сейчас сразу сделал отсылку на свой канал христолюбиблии чтение библии иных писаний всем кто интересуется во первых если конечно христиане и евангелие с трудом знаете библию и новый завет частности библию целиком я конечно вам поражаюсь и удивляюсь потому что мы не знаем вы знаете хоть основная цель человеческой жизни христианской в частности святого человека это доброта и любовь и совершенство в этих свойствах человеческой природы души то совершенствуемся мы все-таки на знаниях да и делаем выбор какой-то и конечно же там в рамках чтения нового завета я все это говорю но вот на этот канал проповеди выкладывают тоже потому что ну с другой стороны все немножко вырвем из контекста совсем чуть-чуть и поэтому может быть и есть смысл то что я думаю не занимались я всегда той же самой ерундой на 5 знаете когда люди видят название евангелие мне кажется вообще никто не читает а вот такие проповеди когда я там назову как-то там не знаю в принципе этот ролик я тоже назову типа притча без всякого донесения сразу смысла хотя можно было под ролик назвать там забота природе потому что взяв за основание вот эту притчу и то что сегодня хочу сказать я все-таки еще одну мысль подчеркну и едешь даже скорее все закончу это если в учении любовь о природе в евангелии ведь иисус прямо не 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 похож на причтение евангелия на какого-то современного будем выражаться языком и реалиями мира гринписовца да или активиста по защите природы ведь нет такого в евангелии и религиозники и буквоеды и грешники которыми они зачастую являются все секты православный католицизм протестантизм они вам будут утверждать из пены у рта доказывать что зачем веганство ведь его же напрямую иисус не проповедовал казалось бы не о том что мы сами читаем бумажки которые дошедшие до нас тысячу раз там писались переписывались переводились перетолковывались искажались прямо сознательно и бессознательно но тогда и любовь к природе зачем беречь природу зачем что-то делать и созидать не просто беречь не делать зла а еще делать добра иисус не учил этому мне был гринписовцам не был активистом по защите окружающей среды и сохранения нашей планеты нашего дома все ешь пей веселись кидай бумажки говно из своей машины до засирай все вокруг выкидывает батарейки до смазала маши с машины слил масло вылил до на соседний участок или за забор а в чем проблема если уже не учил этого что надо масло сливать специальной емкости что батарейки надо правильно уничтожать там да иисус уже не учил это зачем это делать где в евангелии написано как религиозный где в библии написано да нигде не написано это написано в сердце каждого человека как что написано любовь такое прекрасное слово означающее чувство и закон блага бытия давайте почитаем эту притчу к сожалению конечно же при всем моем кто знает отношение к библии к писаниям неважно нового ветхого завета о том что в них есть искажение свращения но многие места я замечал те кто ну противится христианству истине которые через за евангелие донесена до учеников христовых которые решили ими стать то просто так как люди пребывают в каком-то может быть грехе или просто в невежестве извращают те места которые недостойны извращения которые действительно описаны правильно иисус не показан правильно да но люди к сожалению из-за своего невежества извращают и это и наоборот те же самые невежественные религиозники неправильно понимая сами свои учения иисуса христа пытаются просто оправдать зло зло назвать добром черно-белым вонючее пахучим это тоже беда давайте еще раз внимательно вчитаемся в эпизод это причем не притча а реальный эпизод случай произошедший со христом его учениками всего-то сколько тут два стиха три стиха с 12 по 14 стих евангелие от марка 11 глава ну подобные случаи описаны других евангелиях но мы с вами марка возьмем на другой день тут есть контекст я его сегодня трогать не буду еще более глубокий это связано вы помните когда иисус иерусалим приходил после этого помните прям сразу же будет описан случая сейчас не буду крутить вам текст там он выгонит в продающих все это близ не зря увидите картинка достаточно говорящая иисус смоковница бесплодный на заднем фоне мы видим с вами иерусалим с храмом посреди города они все время в него туда-сюда это были предпасхальные по празднике в самом городе они не оставались иисус учениками все время выходили в соседние селения там ночевали каждый день приходили на череду праздников поэтому картинка очень говорящая о том что происходило и каждый раз когда иисус на приходил в иерусалим он всегда там устраивал дебош в храме соломоны все время выгонял там всех торгашей менял до спасал животных от того чтобы их не приносили в жертву потому что дом божий по идее должен быть дома молитвы там никакие крови в доме бога бога любви не должно быть боли страданий насилия никакого торгашества алчности до гордости и так далее давайте прочитаем на другой день когда они вышли из вифани иисус залкал и увидев издалека смоковницу то есть они вот то что он сказал они выходят из вифани из некого близлежащего селения от иерусалима и идут опять иерусалим но иисус нам тоже надо из утра хоть скушать может быть ужин был неплотный иисус мы видим может быть тут мы точно тоже не видим это уже мог быть обед то есть они могли выйти в обед тут 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 не написано точно это я так говорю что может быть это завтрак был иисус захотел позавтракать потому что плохо по ужин ну не важно это не написано другу день не написал какой времен может быть это был уже эль pop paul полудень то есть время обеда возможно что не с утра там проповедовали общались с людьми в самой этой вифании и увидев издалека смоковницу покрытую листьями то есть тот иисус видит что смоковницу дерево издалека живая это же не сухое дерево почему тут обращено внимание то есть это живое на это уже не пошел коряги уже засохшие живое фруктовое дерево то есть по идее на нем должны быть что какие-то плоды и пошел к ней не дай не найдет ли чего на ней ну чтобы покушать и добавлять да но придя к ней ничего не нашел кроме листьев которые видел издалека ибо еще не время было собирание смог и сказал если иисус отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек и слышали то ученики его мне печально слышать игру и обе оба случая и когда я слышу от религиозников непонимание вообще этой притчи не притча а этого реального эпизода и пытаются якобы иисуса там просто оправдать что-то он там проклял или пример подал и наоборот кто противники христианства пытаются тоже тут выставить иисуса плохим давайте разбираться посмотрите внимательно что написано во первых вы знаете мы иногда к сожалению у меня такое тоже бывает тут я если человек естественно так знаете мы читаем то что мы хотим читать или как я вам говорил вы знаете ничего в нашей жизни не проходит даром если вы когда-нибудь а вы все практически проходили какие-нибудь религиозные секты и вот именно вы сталкивались с такими проповедями с такими учениями и вы знаете они настолько нас заквашивает даже когда мы этого не не видим не слышим так скажем мы же не понимаем что у нас внутри помните как господь притчу рассказывал о семье и действительно так когда человек что-то сажает в природе он не знает как это растет как там как как молекулы делятся тоже чудо уже мы все ищем вокруг нас каких-то чудес да сама бог в природе чудо мы с вами чудо как может молекулу просто одна разделяться на две и ничего не терять как огонь свечка зажигает другую и не не стает хуже или меньше это уже чудеса огурец растет из ничего конечно там вам ученые будут доказывать что это земля потом с водой как превращается да как это просто чудеса вот и все вчера было такой сегодня вот такой это уже чудо и вот из этих закваса которого все нас ходили мы порой читаем и читаем лор сложным уже заложенным нам вот этим вот мышлением и когда читают особенно то ли еще так написано в синодальном переводе очень часто да в любом вы знаете я этим грешу как нормальный любой человек грешу таком не в плане греха какого-то смертельного да кто пытался писать я вот тоже вы знаете тяжело красиво писать правильно писать иногда от перемен одного слова действительно меняется смысл даже частицы не не вот эти там иногда не там их ставишь ты как бы хочешь общий смысл донести но они в путанице происходят от того где ты их поставишь это очень важно и здесь то же самое и знаете когда читать что типа я просто вам один из примеров расскажу толкование комментарий проповеди на это место что типа чё же иисус проклял смоковницу ведь она еще было не время собирания смог и все вот вам ложное посыл ложное дано что иисус проклял смоковницу которые не найдя на ней плодов хотя еще не было время собирания плодов но мы не внимательно читаем в принципе синодальном переводе нормально написано просто кто-то криво прочитал даже нормальный текст кривый все это еще раз жевал и эта кривизна потом исказила в нашем уме текст который на самом деле не кривой еще раз тут просто написано так вот поэтому ведь что такое толкование вот комментарий вот такой вот как дима христолюк должен вот все это разжевывать что это за смоковница и мы забываем все время что порой она в принципе даже во всех ведь здесь нет такого понятия как бесплодная смоковница это уже комментаторы люди а этот эпизод описали дали ему определение как бесплодная смоковница и они правильно сказали мы никак не можем иногда понять я говорю вот искажая что ты даже не видим что мы сами искажаем почему мы должны друг другу помогать и действительно не слушать надо кого-то но всегда фильтруйте что вы слушаете еще критерий очень простой если вас сердце это приняло сердце которое алчат и жаждет правды по словам иисуса всегда на это обращаю внимание это сердце стремящиеся к познанию истины если при этом условии если вы не боитесь религиозников там еще чего-то дьявола там беса всех вокруг сердца ваше собственное сердце боитесь которое сердце всякое лукавое помышление его не истина до вас и религиозники закидают вы сами может зомбировались этой фразой все это беда тогда тогда вы конечно ничего не познаете но если вы по словам как раз иисуса его учения что блаженные алчущие и жаждущие правды они насытятся вот если вы будете искать эту правду все откиньте все страхи доверитесь полностью богу а бог внутрь вас есть все что вы будете искренне стремиться к познанию правды добра любви вам бог все откроет и тогда вы все конечно же все что вы не слушаете вдумайтесь вы слышно и слышите то что вы принимает это сердце да значит это добро может быть и вы сегодня вместе с этим проповедником заблуждаетесь или братом сестрой кого-то услышали человека но если вы искренне бог поправить свое время но если вы даже это услышать человека вот меня возьмите я же не призываю слепо мне верить вы сами вчитайтесь и вдумайтесь через призму чего алчбы и жажды правды и любви добра почему мне все это открыто почему я все это вижу а потому что я смотрю через призму добра мог ли иисус просто так проклясть смоковницу нет иисус делает абсолютное блог благо мог бы иисус убивать или проповедовать убийство животных нет он бог явишься во плоти который сам всему дает дыхание и жизнь и чувства которые через которые животные те же самые испытывает радость жизни и боль разве он будет убивать собственное творение нет разве будет он заставлять его страдать нет через это мне все и открыто и я читаю и просто соответственно не видно где просто люди просто видят книгу это о том что сегодня так долго говорю называется смотрю в книгу всем знают фразу да смотрю в книгу вижу фигу действительно так это бывает бывает это знаете вот ну как на природном уровне случайно даже я сам такой не такой бывает я потом только через время сужья вот же написано даже прямо я как читаю криво читаю еще раз всматриваемся вчитываемся что написано это смоговница была без чего без плодов до время здесь здесь слово собирание во первых у всех понятно собирают созревшие плоды то есть хорошо правильно правильно добавьте сюда это слово ибо еще не было время собирания созревших смог раз но это не знаете что на ней были вообще хоть какие-то смог вы читаем выше только что что мы прочитали с вами я вас учу читать евангелие хотя на канале проповеди ну ладно и увидев издалека смоковницу покрытую листьями пошел не найдет ли чего на ней кроме листьев но придя не нашел кроме листьев вы скажете как же можно было есть несозревшие смоковницы конечно слушайте я вырос хоть и в миллионники когда мы жили еще был огромный частный сектор хотя прожил всю жизнь в скворечнике как я называю в девятиэтажки и все у нас еще был был большой частный сектор вокруг водохранилища я жил там в минуте ходьбы вот у меня водохранилище с окон восьмого этажа было видно мы тусовались все мы домой вообще не приходили есть мы ну тогда воровали получается наверное да мы лазили где только можно было по всем частным секторам по заброшенным ну тогда про заброшенных тоже можно можно было домов каких-то у нас так так как таковы конечно в городе садов не было как вот есть в селах то есть это заброшенных дома в основном и там полно всего было мы ели все что только можно было и естественно мы это ели несозревшим еще когда это нельзя что мы ели только тогда все позревало мы ели все зеленые фрукты и овощи это вообще была классика жанр и вы кто меня слушать особенно ребята девчонки не знаю как там детство проводили на основном дома или во дворе пацаны уходили и ели все что только можно было помимо того что мы конечно там еще грешили рыбачили теперь я понимаю да мы все сами делали мы ели вот мы залазим но игру мы не только в заброшенных заброшенных из деревьев мы ели а все что ели земли от конечно по таким домам мы лазили пожалуйста мы ели вот морковка вот такая вот еще все понадергаешь и едим вот такой она что она созревший вот лим на пальцах показываю естественно не такая там вот такие сенькая там понадергишь пару пучков засунешь и бегом всего это все что там есть хорошо детство а взрослым я живу в деревне уже на протяжении там сколько уже десяти лет скоро потихоньку будет подбираться там шесть и седьмой год уже так скитался кто знает там в общем взять уже почти 10 лет как покаяние у меня произошло 11 лет тому назад уже лет 7-8 я по деревням лазью где-то живу в разных местах сейчас уже последние года в своем доме в одном во втором я обожаю несозревшие плоды я ем все огурчики вырастают вы любите вот такие огурчики знаете я даже закрывал специально не вот такие созревшие даже корнишоны которые по идее 10-12 сантиметров созревший корнишон я вот таким их начинал есть прям прям живыми с цветочками один раз даже пару раз закрутил себе несколько баночек вот таких знаете прям маленьких маленькие вы знаете есть продаются такие маленькие я сам такие вот то есть это же не созревший корнишон корнишон созревший 8 пол на пачке написано 12 сантиметров тире все я на закрутил как и бывают вот такие вот корнишон чеки по 4 5 сантиметров они вкуснятина жутко и в принципе уже вот этот от 4 он как бы не созревший но это же плод слушайте а помидоры мы все едим зрелые а зеленые помидоры это разве созревший помидор нет но мы едим зеленые помидоры свежие мы закручиваем зеленые помидоры а морковку вы не начинаете есть я вот и говорю к тем кто живет на земле я углу уже на земле живу давно так скажем пожил хоть я не вырастая скажу на земле но в зрелом возрасте дает только все начинает весной все что ты сажаешь я отнять созревать зачем я буду покупать это на рынке я морковку как раз прорежут я начинаю есть когда она уже вот такая появляется хотя она там вырастет бывают вот по кино я вот такую начинаю уже свою есть зачем вы покупать все равно редить кто знает что такое морковка там ее сажаешь невозможно семечки отделить все я уже отрежу и вот это все съедаю в салатик там в прикуску и как чем она дальше растет растет это же не созревшие это же не засохшая ботва я еще не собираюсь ее собирать что потом в погребе хранить на зиму это не созревшие плоды я ее начинаю есть вот с такого возраста все остальное редиска даже картошку кто все такой начинается пошел один кустик капанул зачем я буду что-то покупать а фрукты да я обожаю зеленые яблоки как они только вот такими начинают по цветочка завязывается я не знаю меня тянет их есть всегда я обожаю вот я здесь поселился кто знает в новом доме вот в этом году 4 в 2020 году сейчас живу в коршево воронежской области тут отличный виноград от хозяев остался я говорю я даже не знал успею ли я его созревшим поесть там конечно какой-то сорт они нереально посадили он вроде бы здесь растет хотя это воронежской области среднецентральное черноземье здесь для винограда такие все условия у них какой-то сорт явно южный наверное безумно вкусный безумно сладкий и дождался все-таки остались конечно и до созревания до сентября я ел но я устал есть а я приехал в начале августа купил я упору половину съел еще до созревания вкуснотищи просто в этом даже есть а потом таким сахаром налился до в августе он еще с кислинкой но это вот такие вот кисти такие вот крупные уже это я еще приехал в августе а если бы я в июне в июле я бы ел еще когда он вот такой бы был я надеюсь вы понимаете теперь о чем я говорю иисус бы ел несозревшие смог вы это не знает что она прям все налилась у меня яблони вот тут вот прям перед домом тоже которую не знаю может пилить буду она зимняя оказалась а я ее ел август сентябрь а вы знаете когда по-настоящему я последний срывал от уже морозы и они уже они уже уже все опалы листья не вот как на деревьях и когда попробовал когда они созрели они тоже оказались нереально сладкими нереально сочными правда уже ледяные потому что тут уже мороз его может как надо в дом их заносить чтобы хоть и зубы себе нет не отморозить да я их ел и в августе ну ладно еще не созревшие хотя спокойно ел их сентябрь и октябрь вот только ноябрьский когда я их уже ел это я понял вот это созревшие она полностью напитанная сладкая сладкая хотя август да ну так с кислинкой сентябрь все более более вот вам пожалуйста да я их я не покупаю ничего летом когда свое все это есть до сливы я обожаю абрикосы зеленые я обожаю есть абрикосы когда они уже вот такими еще и внутри кто знает там не семечко не лопаются мы ребятами в детстве хлеба лопали и я прям с ними ем с этой семечкой я тоже раскусываю все ем и абрикосы лопу тоже там неизвестно доживут ли ним когда есть где-то абрикосовое дерево вот вам пример сливы то же самое я зеленые лопают только дай я надеюсь вы поняли вот в этом удивительно вообще ничего нет кого-то клинит что иисус шел за созревшими смоковниц иисус настолько тупо да что здесь же в евангелии особенно кто и описывает евангелие пишет что не время собирания смог аисус тут вдруг подошел смог вы собирать он пришел поесть немного недозревших смог это нормально для человека и все кто меня слышит мне почему-то кажется если вы не живете только уже или никогда вообще не жили бы земле не срывали собственными руками какой-то фрукт или овощ земли всю жизнь выросли на гипермаркет вам конечно этого не понять но если вы живете на земле это вообще это нормально для человека что он ест не цинист не не созревшие овощи фрукты любую там траву все что угодно ну так вот надеюсь с этим вопросом разобрались то что я слышал бред и вы найдете его полно почитать толкование любой стих на любом сайте вы такого полно предятины такой найдете это раз то есть иисус видит смоковницу дерево фруктовое дерево подходит к нему на нем нет чего вообще ничего конечно же здесь ассоциация какая первый подход иисуса вернее приход иисуса к этой смоковнице означает что я говорю кто по контексту знает перед этим его я вырываю но я вам все-таки говорю уже своим словами не будем зачистить там случае когда до него допытывают в какой власти он вообще тут пришел добрые дела все эти вытворяет и проповедует и ведет народ за собой в небесное царство он их спрашивает там ответите мне про анкрестителя я вам отвечу они отвечают он им тоже не отвечает но и потом он выгонит этих продающих все это уже в последние дни перед его арестом в основном все события юрсалим приходит там много будет с ними естественно спорив это уже такой знаете нервный такой уже эпизода описывается представляю как все это было в реальности эти иудеи до иисуса доколебываются фарисеи книжники долбитого целыми днями там куча к нему будет вопросов под под этих как в евангелии написано подкапывание искушение искушая его все эти вопросы их ответы не интересует им лишь бы найти повод иисуса убить все об этом евангелии будет прямо сказано иисус будет рассказывать о них разные притчи и про эту смоковницу это и реальный эпизод вот именно причем будет рассказ про виноградаре тут же следом конечно же смоковниц кого знаменует иудаизм иудейскую религию такие же как сейчас православие католицизм протестантин и же с ними все эти учения дьявола лесть в полно вроде бы живая вот красивая только суть дерево фруктового какое приносить плоды чтоб человек и животное от него вкушали на ней нету ни завязи ничего от того что подойдет время собирания смог ты ничего с ней не соберешь на ней нету ничего пустая и кто живет на земле знать что бывает там такой год из года бывает такие деревья вообще изначально конечно же нам здесь все не открыто понятно что это смоковница из той же самой притчи иисуса где из года в год она ничего не давала иисус рассказывал притчу что даже когда господин решил срубить эту смоковницу садовник хотя уже три года она ничего не несла иисус там причем в другому смысл в этом же что он попросил ну дай мне еще один год если действительно ничего не принесет я еще по удобряю еще еще за ней по ухаживать если ничего не даст да тогда надо срубать почему срубает фруктовые деревья слушайте вы просто если я говорю если вы никогда не жили на собственной земле на собственном участке зачем вам пустое дерево на участке нет есть деревья которые мы сажаем специально для тени для того чтобы ветер разряжать никто знает что такое лесополосы на участке сажать для того же самого но ты специально для этого посадил и специально то может быть большой или еще какое-то дерево любые лиственные основном это большие деревья тополь береза там это фруктовые деревья у многих участки людей садовые там эти дачные огородные они ограничены и вы купили под сад себе участок распланировали сажайте деревья не ничего не дают вы их срубайте это не грех это не зло нормального садовода никто в мире нормальный человек не назовет дьяволом и злым человеком если он на своем саде фруктовых деревьев вырубает которые если не хотят плодоносить по какой-то причине он их просто срубает и сажает новое которое будет приносить плоды если вы засадили пол участка там клубника она не растет в ее выковырните выкиньте попытайтесь посадить новую то же самое с малины то же самое с любыми кустарниками с любыми овощами с любыми фруктами вы сажаете хотите чтобы на этом месте что-то росло и придавала вам плод то есть опять нам не описано что она вообще бесплодная конечно здесь может быть это пропущено что она а от рождения своего это дерево и плодоносила но если мы верим с вами что иисус это бог пришедшего плоти который знал прошлое будущее пронизал сердца уж тем более знал что это за дерево растет она не приносила плод из года в год и не будет уже никогда приносить чем этот приход иисуса христа к этой смоковнице духовно знаменуется конечно же приход свое первое пришествие в частности к иудеи к смоковнице да с красивой мишурой с листьями вроде бы живой живой то плода не нас не приносящие а смысл суть дерево фруктового это приносить плоды иисус говорит отныне да не вкушает никто от тебя плоды плода во век дальше мы узнаем и даже крутить вам не буду вы все знаете если нет я вам своими словами напомню они идут на следующий день опять они сходили в юрусалим вернулись опять вифанию переночевали там они не жили не был может быть никого в юрусалиме них там но они вас видимо у лазаря у этого своего друга всегда останавливались и они опять идут это смоковница оказывается засохшие и там просто уже другой вопрос петра был другой ответ иисус уже на другую мысль на тему вообще веры получилось так то есть ну мы с вами знаем что это смоковница действительно по словам иисуса засохла а зачем она вся земля господня грубо говоря это чей-то сад конечно сейчас лишь бы иисуса в грязь стоптать можно до воды что ему там это дерево мешало бог всему дает жизнь и он вправе и и так скажем забрать тем более с глубокой мыслью и так далее тем более дерево который я говорю вот если у вас был участок 6 соток вы бы даже не думая срубили сейчас легко иисусы рюв грязь трапу а все эти шесть соточек это земля иисуса и каждое дерево для своего назначения уже не срубил просто так идет знаете рубит все на свете просто от злости нет нет это смоковница которая должна приносить плод точно так же как вы на участке пытаетесь не получается кто в этом виноват вы себя винить не хотите не знаю я посадил я удобрял но ничего не дают но срубил и также господь возьмите невидимого бога он ее вырастил разве бог который все со своей мыслью это же фруктовое дерево оно должно принципе плотно хорошо вам бы она бы так должно засохнуть на его месте должно бог должен попытаться вырастить другое тоже важно все бог все мироздание сделал нам для назидания и для радости для назидания она констал после того как мы ну в принципе в любом случае первые люди бы согрешили мы познаем добро и зло вот и все поэтому вот вам живой пример иисус здесь как самый настоящий садовник человек который занимается конечно же и тут и тут духовно абсолютно и ученикам бы его был понятен под подход его иисуса к этой смоковнице от пришествия иисуса к иудеям не время собирания смог да иудеи не могли как павел писал закон никого не доводил до совершенства я могу параллельных мест у вас дошло конечно кучу привести но я хочу что вас у самих все это развилось это увидите не удерживаясь вам примеры даю конечно же созревание и время собирания это жатва любого продукта овощи или фрукты это конечно же знаменует второе пришествие великого суда после него для грешников во время второго пришествия всех христиан по их плодам да ну что что-то должно расти что-то должно расти до притечи не был свет но он был перед ним до плоды иисус бы их дозрел бы иисус бы дорастил этих учеников но должно быть хоть что-то быть а что вырастет если нет ничего как иисус будет трудиться над этим деревом удобрять поливать зачем поливать дерево без без завязей ничего нету в нем вы будете хорошо дерево просто многолетние я говорю можно тут иисуса в грязь пытаться вталкивать хорошо возьмите если вы нормальные люди огурец помидор это однолетние растения вы кусты которые вы увидели все уже взошли на всех завязи то знает да бывает куст пустой вообще ничего на нем нету вы будете поливать удобрять не смешите мои сандалии ничего делать не будете вы вырвете его просто даже эту землю оставите потому что это растение будет забирать силу всех остальных она из земли будет все забирать она растет среди этих же она будет забирать все питательные вещества воду создавать ненужную тень допустим вы вырвете все эти пустые деревья здесь тоже самое я говорю богу это все известно значит смоковница вообще было не плодоносящие никогда не из года в год как и весь иудаизм как и современные все эти религии они просто без плода ничего они никогда не дадут пустые деревья пустые до обязаны которые приносить плод поэтому иисус как 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 раз тот творец который как мы видим и дает всему эту жизнь она живет только благодаря его дыханию он забрал это дыхание она засохла она сослужит свою пользу ее срубит и ее дерево используют как раз хотя бы по назначению она хоть какой-то плод принесет людям раз уж она лиственное дерево лиственные деревья мы рубим нам они нужны они не испытывают боли так задумал господь у них нет никакой нервной системы глаз ушей пожалуйста она принесет как раз плод хотя бы своей своей своим своей древесины послужит человеку во благо она уподобилась мы же эти лиственные рубим деревья никогда не уже высохли изгнили они нам тоже нужны в своей силе их рубит когда они большие мощный по поводу хочу но в принципе все сказал надеюсь вы тут все поняли надеюсь вы вот не такие вот деревья без плода то что это притча к ритоп и о каждом человеке о каждой душе об этом сам говорил иоанн предтечь иисус потом покайтесь творить плоды достойной покаяния или дерево не приносящие плода срубают и бросают в огонь ну то есть на дрова использует куда угодно на дом но она не живет она не живу и она становится мертвым вот так вот поэтому здесь все 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 отличный урок человечества я говорю кто там пытается иисуса конечно с грязью не раз слышали наоборот просто оправдывать что вот иисус там что просто показать нет если бы она приносила плод иисус не идет найти и ученикам показывает свою божественную силу умри как там знаете в апокрипов еще мальчика иисус в апокрипов написано в дебильных там евангелие от иуды где только нету детства иисуса что иисус там детей даже убивал там ну жуть вообще это какой-то омен или как там детский этот старый всем грел тогда фильм когда эти апокрифы зачитывал из иисуса сделали кого-то дьяволенка это вообще караул и здесь тоже самое идет такой иисус умри засохли там да нет конечно иисус просто все делает чудным образом ему не нужны там пилы топоры подпиливать это деревья мы видим он все в своей жизни делал словом тем явил нам что он есть бог бог говорит и так становится так описано вся первая книга библии первая глава ее книги бытие говорит бог и становится иисус нам нас убедил показал нас убедил и доказал что он есть бог пришедший в плоти он говорил и так становилось ему не нужны были творение рук человек хотя все произведение наших рук тоже можно сказать от бога да но чудом называется то что редко или трудно исполнимо да и вот иисус мы видим одним своим словом может давать жизнь может скажем забирать ее но ни у кого жизни не забирал и вот живой пример я уже закончить хочу и так много поговорили об этой притче про иудаизм я надеюсь вам все понятно и вообще про лживые пустые учения ни на чем вообще просто ни на чем когда-то начинают втирать вот иисус прямо показал это прямая аналогия с иудаизмом с законом моисей ничего не давал дело не созревших даже не в совершенстве которому призывал иисус дело в том что это вообще просто нету ни завязи не зеленых вот таких ничего нет вообще но есть такие люди какая бы мишура на них не было какие бы клубу клубуки и вот такие кресты не висели это посмотришь на дела этих людей пустышки они сами пустышки такую же пустоту а зачастую конечно же и тьму несут ну и по поводу хочу сказать вот уже в начале оговорился и теперь эту тему хочу раскрыть тоже вот живой пример сравним две вещи тоже есть любовь у нас зациклили что иисус учил только любви к людям это не так во первых рую не забываем то что нас дошло и еще иисус действительно не учил любви к любящим иисус прямо сказал что любящих любят и грешники иисус учил чему любви к врагам слушайте животных которых мы убиваем ради там чрева похоти чрева чтобы сажать их трупы ради их шкурки чтобы ее одеть ради того чтобы они нас в цирках там зоопарках развлекали мы их эксплуатируем и убиваем ради якобы доброй медицины ради спасения всеобщего человечества ужаснейшие опыты производя над животными которых просто в цепи заковывают и испытывают всю эту химию они с ума сходят орут там визжат их до смерти просто там мучают разве это все от бога разве иисус если этому как говорят не учил это что теперь не надо делать или что иисус не учила любви к природе прямо я говорю он не было активистом защиты окружающей среды или гринписовцам по известны всем нам корпорации или как это называет организации а мы где-нибудь видим чтобы он вредил природе нет вот один из случаев это который никак ты не притянешь за уши что иисус здесь все это плохое сделал наоборот игры это мудрый садовник если вы когда-нибудь занимались землю все понимаете фруктовой деревне не приносящие да это нам просто так как земля нам вся не принадлежит нам конечно что она там мешал ему я же не все хожу там рублю вокруг своего дома да а ты встань на место бога поняв вот мои десять соток а это вся божья земля бог переживает за каждое дерево зачем она тут на месте него может быть лучше что-то вы же свои десять участка не хотите десяти сантиметров оставить без ухода не все ваши кто к вам придет скажет а чё у тебя тут валяется что-то или еще что-то так и это это смоковница где-то некогда там росшего иерусалима на божья на божьих десяти сотках под названием планета земля вот и все иисус сделал все правильно так что ж теперь россия я уже об этом сказал сейчас лишь повторюсь да чтобы у вас это тоже в голове усел вот религиозники я говорю вы посмотри послушайте себя какой ахинею дурь вы несете чепуху там про веганство что его якобы нету а тогда и нет защиты природы пожалуйста все я ретворить что хотите там до из машины едешь бросаешь мусор бросаем где хотим в баке а пакет порвался д так или донес бросил вот туда и все полетело из баков по всем по всей округе я говорю выливаем всю химию все у нас на улицу все летит потребление у нас все кулечек в кулечке кулечек мы даже не напряжемся с собой лишний кулечек взять ой положить еще в два еще в мне когда предлагают у меня всегда с собой кульки в машине в кармане и в воронеже без машины жил я по нескольки лет с одним кульком хожу из пятерочки я всегда мне не жалко с собой взять в машину кармашек засунуть и когда выхожу в карман в воронеже жил без машины ходил всегда в карман даже я просто до гулять знаю на обратном пойду не жалко 12 кулька положить собой именю все они конечно вы знаете мы живем в одном своем мире я ничего нового не рассказываю пакет я верю не редко уж там не уместилась что-то больше беру потом их тоже как и многие там под хотя бы под мусор использую да вот эти кулечки там тебе что-то еще и что-то еще в кулечек там капусту эту беру капусту и не надо мне все это кулечек в кулечек как раньше люди жили нормальные мы все были вроде бы когда-то все мир с ума едет и мы все вместе с ним в одной тележке да выйдите вы из этой тележки пусть он там катится зачем мне капусту там в отдельный эту капусту да в один пакет не все побросай вот в этот в большой зачем мне еще и каждую капусту каждую надо обязательно положить в кулечек цветную там это да не надо брось ты мне все это в пакет да и все там неважно на рынке ты берешь пакетик в пакетике пакетик в пакетике тут же берешь там огурчики лучок отдельно зеленый берешь тебе отдельный пакетик да положи ты в этот петрушку там эту укропчик да положи ты мне в я говорю в этот в огурчики уже такие глаза смотрят как ну что так вместе будет да представляете огурчики можно с укропчиком в один пакетик положить дома достану вы вообще мы того учил этому иисус раздельному распределению мусора учил иисус нет христалюб опять идиот что этому учат у меня вот раздельный мусор у меня бумага отдельная и потом сжег спокойненько вышел и все это все разлетелось кусочки праха в землю и все да можно вообще бумагу закапывать она сгниет через один год за один сезон хочешь закапы хоть сжигай не суть важно бумажки отдельно еда особенно веганская еда она вообще чистая там нет ни вонючего это не ваши там трупы там рыба это все эти кишки все это воняет разлагается нет веганская вида в кулечек собираешь и то я там в чашечку обычно все это еще чищу там для салата вышел вон выкинул или компостную яму делал я обычно прям под любой куст бросаю кто ко мне придет прям так увидит где место где это выбрасывает сейчас я просто в новом месте опять живу ну сделай себе яму какую-то чуть-чуть выкопай называет компостная все что все твои переработать это назад тоже будешь доставать это и все под новой культурой раскладывать целлофан у меня отдельно целлофан еда эти бумажки все что связано там с электроникой какие-то платы какие-то там телефоны что-то старье уже умирает батарейки отдельно их их принимают в некоторых местах уж если ты будешь зарывать сам или где-то одно место надо быть одна батарейка два метра вокруг себя кубических портит там радиации заражает одна батареечка а тогда выделить где-то место может быть даже на своем участке ну хотя бы там это закапывать где у тебя может там не за сливная яма там тебе не надо что что-то росло там выкопа и какую трубу вставь туда канализационную и бросай их туда и пусть они там метра на 3 это все можно сделать было бы желание учил этому иисус в евангелии представляете не учил а я вот думаю что учил мало ли что до нас все это не дошло и вообще иисус учила любви к совершенству хотя не забывала мало любить любящих и грешники любит иисус говорил это вообще норма который иисус даже касаться для человека особенно для иудеев казалось бы где это считался народ божий надо их учить любви к любящим а чё нам природа плохого сделала вообще любовь к природе это христианство это вообще норма для каждого человека для христианина это вообще планка за которым переступать не имеет права вам привести слова апостола павла который понял это он сказал кто не заботится о своих о любящих его тут хуже вообще неверного какой-то христианин я вам тоже самое скажу если вы не заботитесь о природе не заботитесь о животных не любите их убиваете их там все это эксплуатируете как к каком христианство ты выше поставил какой выше о каком христианстве вы можете вообще говорить о любви к тем кто наносит вам какой-то вред а любви к ближним иисус учил каком ближний назвал идет вам притчу все рассказы все помните его спрашивали каков закон и какая любовь к ближнему это посторонний человек ты идешь принципе ты ничего ему не должен тени родственник не друг не сват не взять но ты видишь человек в беде это и есть ближний который оказался на расстоянии на в сфере твоего взор взора на в децибел их твоего слуха да и на длине твоих ручек вот кто ближний а природа какая еще ближе животными в нуждающихся в нужде видишь что-то сломано что-то едешь там баклажка валяется канистра какая-нибудь возьми положив багажник довези до мусорки этаж не сложно помоги ближнему природе ну кто-то гадит а мы люди светлые что должны делать животное вижу в беде помоги ему а уж а любить любящих это вообще получать ближний как посторонний но близки тебе смысле на расстоянии иисусу говорят притчу грела расстояние неважно глаза ухо так далее образ собирательный а уж любить любящих а природа нас любит ты когда сам ты не то что за кем-то убираешь кто-то насрал не то что помогаешь животному который кто-то обидел а ты-то вред причиняешь о каком вообще христианстве можно говорить о святой жизни пусть это мне христианин какой-то родновер там мармавер неважно какой-то там буддист не буддист уже буддисты там начинают от вегетарианство отваливаться йоги там эти я уж такое тоже у них там свои беды слышу это же вообще ты когда сам вред наносишь о чем вообще речь идет сам не то что заботиться проявлять то есть высшую степень в небесное царство сходить ты в рай ты рай недостоин ты воде живешь это ты от делаешь на земле это ты все засрал кругом это ты всему вред наносишь вот и найдешь там шашкой махаешь и деревья муж там рубишь просто вырубаешь бизнесмен христианин православный по воскресеньям хожу свечки ставлю да но организовал себе дерево вырубающую компанию и почем зря вообще все подряд рублю мне все до лампочки я не интересуюсь как там правильно вырубать рядить надо на какой высоте может быть там эти пеньки что потом разрастать ничего мне не надо я просто руби капусту пусть денежка капает все мне остальное ничего общая после меня хоть потом я верующий или там протестанты еще это все бизнесмены любят проповедовать процветание нет учил этому иисус нет не учил хотя вот для садовников самый настоящий пример здесь иисус себя показать я и этот момент еще умудряется исказить еще иисуса дьявола сделать это не то вот так вот вот о любви к природе а любви а защите алюбину прежде не творить зла второе сколько можешь творить добра а высшая степень положить жизни вы знаете это именно та заповедь иисуса положить жизни за други свои и люди которые познали что все вокруг мира единое и все это мои друзья да люди готовы даже посмотрите на этих реальных защитников там природы люди достойны уважения разве они не будут в небесном царстве христом конечно будут но если мы за все ответим может они там как говорят детей убивают я не знаю но это конкретно поступок правильно от бога эти люди от бога в этом плане может них личных каких-то грехов полная сейчас мы абстрактно так разбираю но это именно от бога часть от бога и христианин я сейчас обращаюсь в конце христианин или я всегда говорю ладно вы там христианство но если вы что-то проповедуете и себя именуйте светлыми людьми не важно какого вы может вообще атеистического но якобы проповедуете свет то дерево узнается по плодам если вы дел света не творите вы тьма может с кем угодно называться и за все все из нас дадут отчет вот это очень важно понимать ну надеюсь моя проповедь было опять не бездействие как я говорю полезно если вы что-то делали негодное по отношению к природе вы это на корню покаетесь то есть прости я больше так не буду вообще табу себе положите и сколько можете делайте добра не проходите мимо у меня конечно тоже бывает скажет святой бывает я тут неделю весь ездил баклажку кто-то такую масляную выкинул и не тоже все время типа ну думаю тут вроде убирают у нас давно кто-нибудь кроме меня она месяц пролежала на повороте никто в оконцовке я остановился все-таки ее в машину просто она еще в масле ты понимаешься здоровенная как будто из-под трактора муж кто-то сливал я в оконцовке и его поднял через месяц тоже ежедом вроде тут администрация есть и все не надо думать об администрации сам возьми и сделай это почему так у виду вести даже меня раздражал каждого на раздражал за месяц в моем селе на этом повороте никто ее не поднял и мне это сказал конечно о людях по себе ведь я же не сделал это сразу хотя многие вещи вать сразу делаю сразу меня бог обличает некоторые иду чем-то обличает разворачиваюсь до делаю вам рассказать надо чтобы дать не хочет себя плохим показать мы же всегда себе мемуары знаете почему писать нельзя я всегда хороший даже не неделю мне кажется я месяц мимо ездил да пусть даже недели это много знаете надо в жизни бежать делать добро это это прекрасное чувство это прекрасное состояние это нужно нам самим уж когда я это сделал я испытал счастье так что вот так вот в общем знаете у меня удивительно даже никакого пакетика с собой не было хотя ехал наверно с этого бобра я прям я только решаюсь не поверите я ну там поворот и так ты его проходишь я думаю все я прям торможу и не по нет я опять проехал где-то еще до дома 200 метров наверно я по пути проект я разворачиваюсь и еду назад все думаю хватит уже бог не обличает каждый раз я разворачиваюсь прям я же снижаю скорость медленно я провяжу пакет зацепился за дерево и прям пакете чистый такой пакетик потому что она конечно грязная как-то взять как-то в багажник положить вот я думал господь все посылать только пожелай вот тебе пакетик вот и все доехал остановился вы знаете господь сказал сотворите научите я вот сам вас почему это все любят знаете святым людям все в гордость меня похвалился добрым делом иисус сказал тогда светит свет ваш перед людьми да я иногда вот и живой вам пример рассказал тоже слабину даю где-то бывает чуть ли не неудобно или ты там чистенький добывает что-то такое ну хотя бы надо стремиться но не ты вот за тобой найдется такой который идет там в робе завода и он конечно подберет но хотя бы их и знаете все добрые дела месяц хотя бы с покоением злых хотя бы знаете вот это самоукорение я терпеть могу знать когда борюсь с этим проповедью во всех сектах я грешный грешный супер грешный в протестантизме я свят тупо потому что верю это конечно чепуха и жить вечно в том что я просто грешник непонятно почему ты не должен кормить всех детей африки если сам живешь в россии на зарплату в 5000 рублей данных как у каких-то детей в африке накормишь там свои есть кого господь вырастил и дает шанс проявить любовь но вокруг себя то что ты реально можешь вот в этом себе оправдание не надо искать потому что именно при таком мышлении когда-то реально понимаешь да это я мудо этому это это бог мне послал к испытания я же вижу это же я вот могу сделать поэтому первое что от нас всегда вообще это вообще каждый к не творить зла веганом встать ничего великого не надо просто перестать убивать перестать это проплачивать вы еще никакого добра боль то вы еще этим ничего великого не сделали вот я поднял баклажку да я сделал доброе дело я хорошее дело сделал хоть и через месяц но выкинуть ею это не то что я там выкинул а потом сам поднял кухне идет я доброе дело сделал нет ты выкинул ты стал дьяволом ты творишь зло ты уничтожаешь природу там должна расти травка красивая там не дал ты не должен идти босичком и вляпываться в этот мазут да бог придумал и мазут он есть где он нужен нужно где его использовать все надо делать правильно вот так вот больше не буду занимать вашего времени надеюсь я вам все эти основные мысли донес будьте светом всегда во всем и неустанно и будьте им первыми не смотрите ни на кого и никогда